Главное для руководителей – честность и порядочность, а в отношениях с трудовыми коллективами – справедливость. Этими словами президент сегодня напутствовал новых управленцев. Александр Лукашенко назначил министра лесного хозяйства. Эта должность была вакантна с февраля. Новым главой Минлесхоза стал Виталий Дрожжа. Трудовой путь, он начинал с должности рабочего в одном из лесных хозяйств, вырос до руководителя. С 2013 возглавлял природоохранный парк Брославские озера. Предыдущего министра президент отстранил от должности за непринятие мер по борьбе с коррупцией. При этом лесное хозяйство – это сегодня отдельно, подчеркнул президент – сфера сугубо государственная, потому порядок здесь на особом контроле. В целом лесную отрасль в стране курирует глава Комитета госконтроля, который по поручению президента поможет новому министру оперативнее войти в курс дел. Ваш, наверное, недостаток, ну, видимо, какой-то недостаток в том, что вы в этих кулуарах не вертелись. А тут порой хуже, чем в лесу. Поэтому вы с ним переговорите, и если вам надо использовать какой-то административный ресурс, а это все-таки председатель Комитета госконтроля, вы не стесняйтесь его использовать. Мнение я его услышал, в принципе, он поддерживает вашу кандидатуру. Ваше преимущество, как ни странно, в том, что вы человек новый. Вы не завязаны тут ни на какие круги, вы ни с кем не рыбачили и не охотились, и дома кому-то или бани не строили, насколько я информирован. Поэтому вы человек чистый, руки у вас чистые, мозги у вас есть, опыт у вас есть. Действуйте. Также заместителем главы своей администрации президент назначил Владимира Живняка. Последние годы он был заместителем директора в Национальном центре законодательства и правовых исследований. Сфера ответственности нового замглавы включает идеологическую работу, которую Александр Лукашенко призвал сделать более современной СМИ и общественной организацией. Генеральным директором белорусского телеграфного агентства сегодня назначена Ирина Акулович. До этого она работала на Могилевском телевидении, сначала в должности корреспондента, а с 2009 возглавляла телерадиокомпанию «Могилев».